Здравствуйте, друзья! Перед вами светлый образ советской девушки. Она у нас тут без весла. Ну, была. Я вижу, вот такая вы спортивная. Хорошо, значит, ну, представляйтесь. Меня зовут Александра Черепанова, я художник из Московской области. Я большую часть жизни жила в Сталтыковке, это часть Балашихе, если кто-то не знает. Вот, собственно, ну, я закончила Московскую академию живописи Натальи Нестеровой. И занималась танковой моментальной живописью. Какие образы вы создавали? Очень разные. У меня были очень разные периоды в жизни, очень по-разному. Сначала, конечно, делала как на учебном. Сначала, конечно, где-то академическая школа, такая база общая. Чему я очень рада. Я очень далеко от нее ушла, но на самом деле в живописи так и надо, что сначала осваивается классика, а потом идет все дальше. Это такой традиционный процесс. Хотя, конечно, мне кажется, слишком много времени тратить на эту классику. Можно было бы так и немножко. Ну так, в итоге, за монументальную какие-то бабульки платят или это все больше в удовольствии? Это зависит. Это зависит. Бывает по-разному. Вообще зависит, как устроитесь. В принципе, монументальная живопись, это мозаика, фреска, витражи, вот эти вот вещи. То есть здесь зависит от того, как человек устроится. В России самое хлебное место – это православная церковь. А, это не то, что где-нибудь образы Путина, Собянина там за это не... Ну, это тоже хорошо, тоже хорошо. Тоже святые. Да, от цирки далека, от политики тоже, поэтому мне немножко более декоративные такие вещи делать. Вот. Так что, давайте все-таки жили вы в Балашхе, а сейчас живете... Сейчас мы только переехали, только вот буквально несколько дней назад мы переехали в Нью-Джерси. Вот давайте мы вот это... Опустим, да, я понимаю. Нет, нет, не опустим, а давайте мы как-то поймем, как это произошло. То есть вот жил себе человек, жил, бах, в Нью-Джерси. Ну, смотрите, как бы я так скажем, понимаю, что у вас не художественный канал немножко, но с позиции художника как это выглядит. Давайте, давайте. То есть, в принципе, существуют центры искусства, да, то есть раньше, когда-то я этим был центром Рим, потом Париж, но на сегодняшний момент это не верно. Это правда? То есть, да, все галереи мира, все самые известные художники, вся-вся-вся арт-индустрия, арт-бизнес, все, вот все здесь. Я извиняюсь, потому что деньги здесь или еще почему-то? Это сложный процесс, это так даже не скажешь. И деньги здесь, наверное, водятся, и много галерей, много индустрии поставлено. То есть, вот это как для артиста, для актера попасть в Голливуд. Вот примерно такое же понимание. Хорошо, интересно, очень интересно. Поэтому, как бы, я начала думать, ну, не может быть так же, что в России ничего нет. Начала смотреть, что это сравнивать, но все равно цифры, они как бы настолько, что когда там отчеты арт-рынка смотришь за этот год, за тот, понимаешь, что просто какие-то такие лилипусские размеры совершенно в России происходят относительно всего остального, там, то, что есть в Европе и в США и так далее. Вот, ну, дело не только в этом, но только в цифрах, а еще в том, что просто много событий происходит интересных. То есть, смотришь выставка интересная, там, большого художника, где в Нью-Йорке, а что-нибудь это тоже где, ну, конечно. Прямо хочется спросить, как творили Левитан, там, Брюлов, понимаешь, как они сидели себе в поместье каком-нибудь? Вообще-то, если подумать, то в остальном мире ты не очень знаешь Левитана Брюлова. Ну, вот мы-то знаем. Ну, да. То есть, в принципе, если вы в галерею современного искусства придете и скажете, что там вы знаете русское искусство, вам сразу начнут говорить, о, Малевич, Кандинский, все, дальше как бы где-то. Хорошо. То есть, более популярный автор. А Шагал популярный автор. Вот, ну, собственно говоря, вот я так вот подумала, что, ну, наверное, надо попробовать посмотреть вообще, как. И начала, значит, изучать информацию, смотреть. Думаю, ну, я-то хорошо. Я-то, ну, я же не одна. У меня же семья. У меня муж, ребенок и так далее. Муж, чем занимается муж? У меня, в принципе, он учился на программисту, но он занимается звукорежиссерством. То есть, он, в общем, он работал в сфере шоу-бизнеса, в театрах, в телевидении и так далее. Хорошо, так. Ну, это все. То есть, вы не голодаете там в Подмосковье? Нет. Так. Мы, в принципе, полумосковским меркам жили хорошо. Нельзя сказать, что мы прям шоковали, но мы жили хорошо. А какого возраста ребеночек? А ребенку мне 16. То есть, ей 16. Это вы прям в школе, что ли, завели себя? Нет, ну, почему? Это комплимент, я так подкатываюсь. Ну, то есть, я начала смотреть. И вот мне это хорошо, а им-то как будет? Да. То есть, я так начала думать. Потом, как бы, ища как раз про программистов и всех технарей, я, по-моему, вышла на ваш канал. Вот, или благодаря Гридкарте, я уже даже не помню, потому что это было слишком давно. То есть, вы, как бы, ветеран канала нашего? Ну, я очень давно смотрю, я даже не помню, когда начала. То есть, вы сроднились с нами? Вообще, да. Так, хорошо. Уже, как само собой, как с утра в дом вставал, на завтрак включаешь, смотришь. Вы, можно сказать, опохмелялись нашим каналом. Можно, наверное. Подождите, а муж тоже смотрит, или так он абстрактнее где-то там? Ну, муж нет. Он, так скажем, вот он меня, правда, слышит сейчас прекрасно, наверное. Вот, но он, как бы, это самое, пассивно воспринимался сначала, так думал, ехать, не ехать. Ну, тяжело жизнь поменять, когда уже все есть. А дочь 16 лет что говорила? То хочу, то не хочу. Ну, вы же знаете, как дети 16 лет говорят. Вот, зависит от кавалеров, наверное, там, подружек. Да, то не хочу, не буду, то, наоборот, хочу. То есть, по-разному. То есть, ну, в итоге она здесь, значит, видимо, хочу. То есть, фактически муж не то, что вырвался, но как бы и не возражал. Да, да. У него не было мысли такой, что вот приеду я, и уже вряд ли смогу быть там каким-нибудь продюсером, или там, что там, звукорежиссером, или что он делает. Нет, у него скорее как бы просто, ну, такие опасения тоже, конечно, есть, потому что сейчас мы вообще приехали в коронавирус, работы нет, непонятно, что делать. Вот, ну, в принципе, в принципе, да, конечно, опасался этого, но тоже есть, я ему показывал там разные ссылки, показывал, что есть это просто. И он тоже же соображает, тоже видит, что. Я извиняюсь, вы какого числа въехали в страну? Мы вот 24 апреля прилетели. То есть, а как вы вообще проникли на территорию, как это получилось? Ну, значит, если так вот с конца начать рассказывать, это вообще был, конечно, не год. То есть, ну, в принципе, у нас и должен был быть рейс 24 апреля в то же время, в два часа, вот. И все рейсы отменяли из-за коронавируса, следующий, следующий, там постоянно приходилось новости смотреть, мониторить, что там с этим аэрофлотом, что там посольство пишет, что как. В общем, все это постоянно, таких нервов очень много происходило. Вот, и, ну, наш самолет тоже отменили сначала. И через какое-то время, ну, нам отменили, и мы звонили, мы говорим, мы не хотим денег обратно, мы хотим, чтобы вот как только будет, потому что мы знали, что иногда запускают. Да. Раз в недельку они где-то, ну, примерно раз в недельку они запускают с гражданами и с гринкард-холдерами. Но мы не знали, попадаем мы в эту категорию или нет, потому что у нас виза в паспорте стоит, но мы никогда не были в стране. Попадаете, попадаете. Да, но мы не до конца были уверены. Вот, как бы там еще много этих вот всех моментов приходилось выяснять, тоже благодаря нашему каналу очень много удалось именно в этот такой тяжелый достаточно момент понять. Потому что, ну, правда, непонятно, и главное, что информация куча какой-то перепутанная. То есть все как-то... А что, потом сказали, вы знаете, что мы ваш рейс снова возобновляем или как? Да, да, вот представляете, вот прям вот как вот по волшебству. Говорят, мы возобновляем ваш рейс. То есть вот как бы что-то. В это же время будет рейс, ну, как бы другой, но номер тот же, все тоже. И как бы с одной стороны хорошо, с другой стороны тут же происходит путаница, потому что с того нас сняли и на этот не посадили. Потом посадили, как выяснилось. Но нам не сказали. В общем... Народа много было в самолете или так? Почти полный самолет. Почти полный самолет. Большинство были уже, которые там давно летают, я так понимаю. То есть, по крайней мере, вот с нами сидела женщина, которая уже очень много лет живет в Штатах. Вот там с Алисой сидела, правда, женщина, которая первый раз летела. То есть никакого от этого социального дистанцирования там не было? Нет. Вот этого всего не было, вот этого всего не было, это все пошутили. Ну, хорошо, эту часть мы поняли. А вы из Шереметьево летели, да, там рядышком? Да, из Шереметьево. Значит, давайте тогда, раз уж с этим мы успокоились, как вы там проникли в страну, повезло, можно сказать. Да. Каким образом вы получили эту визу, что за виза, откуда все? Да. Значит, это программа «Эбиван», которая для художников, музыкантов и спортсменов и всех остальных. И «Эбиван». Соответственно. Да. То есть вы получили грин-карту по, что называется, экстраординариабилитис. Да. Вот такая у нас, Александра, экстраординарная. Ваша экстраординарность именно художественная или еще какая-то? Да. Да, именно художественная. Именно художественная. И, ну, сначала я начала так узнавать, осторожненько смотреть тоже. Потом просто я, когда выяснила, сколько стоит адвокат, это, конечно, все равно очень дорого получается. Ну, по московской мерке мы, так скажем, несозмеримы. Но в защиту адвокатов хочу сказать, что когда я делала этот кейс, я поняла, за что эти деньги. За что? То есть это действительно сложный очень процесс. Он действительно непростой. То есть на самом деле, как это выглядит? Раньше, то есть этот процесс, он все время меняется. Раньше можно было как-то онлайн отсылать. Потом мы это как-то отменили. И в тот момент, когда я отправляла, можно было отправить только физически бумажно. То есть надо было перевести все, упаковать и отправить. То есть еще надо заверить подпись переводчика. В США отправить, не в посольство? Да, да. При том, что только два адреса это принимают. Один в Техасе находится. Притом вот как бы эрея, которая в Нью-Йорке, Нью-Джерси почему-то к Техасу относится. А второй еще где-то, я уже не помню. Поэтому я свой отправляла в Техас. И что самое такое поразительное, то есть здесь нужно собрать достаточно большой пакет документов. Он физически вот такой. То есть он получается достаточно большой. И каждую перевести, печать от переводчика, там вот они закрепляют, вот это все делают. То есть это еще увеличивает вот этот объем. Нотариально заверенное все? Не нотариально, а подпись у переводчика. Это тоже отдельная вещь. То есть как бы о том, как это делается. То есть все, все вот, все, что написано на их сайтах, все на английском языке, конечно. И при том, что, ну, у меня есть английский, он как бы не нулевой, он присутствует. Но юридически английский он другой. И его сложнее понять. Конечно, конечно. Абсолютно в любой области свой английский. Страхование, свой, недвижимость, свой. Конечно, конечно. Поэтому как бы в общем, в этом одна из основных сложностей, то, что вот это, и то, что сайт сделан непонятно. То есть он... Давайте я уточню. Сколько у вас времени заняло, чтобы все бумаги подготовить? Чтобы подготовить именно? Да. Ну, во-первых, я всю жизнь собирала всякие бумажки, потому что у художников принято собирать бумажки с выставок, дипломы всякие и так далее, сертификаты. В принципе, обычно их собирают. Вот. То есть непонятно зачем, но теперь я знаю, зачем. Да, да. То есть, в принципе, они у меня были. Мне нужно было их только сгруппировать, понять, что у меня соответствует, что не соответствует, и, собственно, перевести, все переплести и так далее. Ну, все, в принципе, я думаю, что все знают примерно, какие именно требуются, но так перечислю на всякий случай, что нужны участие в выставках, награды, членство во всяких союзах, собственно, статьи о художнике и статьи, которые я пишу, тоже как бы срабатывают. Там, в принципе, как было? Там было научные статьи, да, то есть это к ученым больше относилось. Но я, поскольку еще преподаю живопись, то я как бы у меня своя учебная программа авторская, которую я публиковала в педагогическом журнале, я ее тоже использовала. То есть она тоже приготовилась. То есть и здесь важно то, чтобы было количественно, было количественно, достаточно, чтобы они точно поняли, что вот. Почему я так думаю? Потому что если какой-то из этих завернут, то хотя бы будет остальное. Ну, нужно, чтобы вас по трем критериям признали, а подают там и пять, и шесть, и семь, чтобы хотя бы три там проскочили. Ну да, да. И все, имея то, что вы имели, от момента, когда вы сказали, все, сажусь и делаю, до момента, когда вы сказали, готова отправлять. Сколько прошло? Месяц, три, пять? Пару месяцев. Пару месяцев. Пару месяцев. Хорошо. От момента, когда вы отправили. Вам возвращали на дополнительные какие-нибудь там? Да, мне возвращали. Притом это очень интересная вещь. Что, собственно, мне вернули. Многие художники, они точно так же, как и я, сделают. Они напишут, участник выставки Центрального дома художников. Да. И они подозревают, что люди, которые сидят с той стороны, знают, что такое Центральный дом художников, но они этого не знают. То есть им нужно будет доказательство, того, что Центральный дом художника имеет значение, что это главный настоящий зал страны и так далее, потому что они не знают, что такое Центральный дом художников. То есть это очень легко сделать, это списать нужно с сайта. Вот именно такие доказательства мне попросили. То же самое попросили про Московский союз художников, который старейший, он существует давно, я в нем давно состою. Они не знают, что такое Московский союз художников. Им точно так же нужно с сайта списать, перевести. Вы знаете, что, александра я вот вас слушаю и у меня сказок складывается такое ощущение что мир в котором вы там профессионально функционируете он такой открытый такой либеральные заходи кто хочет то там нет никакой дедовщины или там блат какого-то протекции вот пошла там вот тебе выставка в центральном доме художника вот тебе там членство в союзе московском а вот а сама молоденькая да еще из московской области а не то чтобы там из садового кольца там девочка ты кто нет такого на самом деле как сказать не то чтобы ну не то чтобы здесь как бы нет никакого такого блата или что-то еще но в принципе как сказать в центральном доме художника он в принципе но это коммерческая организация которые можно снять зал то есть можно снять зал и а можно туда попасть вместе с группой какой-то которая спонсируется кем-то соответственно спонсируется кем-то или именно вас значит соответственно то есть это не то чтобы вот там как в академике принимать а нет у меня было как раз и так и так у меня было по-разному но я могу сказать что вот честно когда коммерческая выставка это лучше как ни странно почему потому что здесь художник может сам выбрать что он будет выставлять то есть не то что за меня решает кто то что вот вот это вот возьми работу это не надо это я сама решать даже значение а то музей это покупают не покупаю ну это как бы хорошо бы конечно так ну хорошо ладно и так я просто пытаюсь восстановить в своем сознании картину вы с незапамятных времен там еще на это там стояли рядом с воснецовым когда он там рисовать трех богатырей а вы в то время смотрели наш канал там на салфоне и сейчас я участвовал в лотерее четвертый раз можно поэтому смотрели но лотерея вам не принесла урожайность необходимо кстати последний я еще не проверяла но смысла 6 июня будет уже в америке вам чё теперь играли в лотерею потом вы подумали что есть наверное более надежные способы подали от момента когда вы путали до момента когда вам сказали оправд сколько прошло соответственно прошло ну чуть больше года прошло чуть больше года очень довольно быстро 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 конечно не пять лет не десять там ничего так ладно значит приходит вам этот ваш опровол да а муж говорит ты чё это тетка это надумала то нет такого не было нет но это сама знала уже как бы о том что когда уже уже когда я уже пошла этот процесс сделать мы уже все обсудили она художники собратья по цеху художники кто как я вообще-то не очень афишировала так скажем и друзья художники будут подсылать свои произведения но я подумал об этом с точки зрения стоимости вот работает до художественные вот одна и та же вещь ну или скажем так усредненно в долларах в москве меньше дадут чем в нью-йорке да да абсолютно поэтому значительно я просто вижу иногда веб-сайты где продаются произведения искусства и вот там из россии люди там из украины я не вижу чтоб они там продешевели сильно но это это на самом деле очень очень зависит от цены конкретного автора скандинга еще некоторые неразумно цену назначает если они назначили цены миллионы значит что кут то есть тоже ну хорошо ладно так ваш план состоит в том чтобы творить тут или чего делать ну да принципе план такой сначала как-то все устаканилось чтобы немножечко а потом уже потом уже естественно буду я сейчас конечно буду продолжать творить вот но уже как-то более когда все галереи наконец откроют слушайте а вы с точки зрения творца вам нужна какая-то мастерская или вам просто мольбертик в уголке поставить или вот как вы вообще что вам нужно для того чтобы творить есть программа минимум и максимум да то есть мы можем например использовать минимальные условия самые такие минимальные условия взять с собой рюкзак и выйти в парк и вот и не важно в каких условиях вы живете вы можете в парке нарисовать что но мольбертик нужен ну да нужен но не обязательно можно там тоже обойтись такими примитивными способами вот это я так помню какое-то время делала когда мы сможем жили в москве какое-то время там как негде я выходила рисовать в парк в принципе при том что рисовала не обязательно пейзажи то есть просто потому что художник в каждом парке манмартер правильно да вот творить можно есть хорошо но вы не делаете электронного ничего вот скажем там заставки для youtube каналов что я в принципе делаю да я в принципе много лет работал графическим дизайном я делал графическую продукцию такую то что можно печатать я не не очень умею делать веб-дизайн так особо не пробовала потому что там на стыке программирование и художество это не мое вот как бы полиграфию я могу делать могу делать какие-то заставочки какие-то штучки тоже могу делать как-то у меня это не прижилось и я в общем-то пошла в преподавание о чем не жалею потому что это очень ну больше моем не мне больше нравится когда живым человеком как-то работаешь и с маленькими и со взрослыми и на конкурсы тоже чтобы они у меня участвовали очень человек который абсолютно никогда в жизни ничего такого не рисовал или скажем так пробовал но никто не мог понять что получилось его можно научить какую-то вещь можно научить то есть например академические вещи такие реалистичные этому человеку учиться в принципе до какого-то уровня все все способны а дальше уже это зависит от того насколько насколько у него фантазия развита то есть фантазию я свою не могу прошивать это уже зависит потому что современное искусство оно построено на креативе больше чем на то что у меня вот внучка есть она очень любит на youtube она движет на youtube и там есть такие how to draw и там что-нибудь ну как нарисовать что-то и она идет есть разные совершенно каналы где этому учат там допустим на одном просто чек хорошо рисует на другом сидит папа который хорошо решить старшая девочка которая может повторять и младшая которая ну совсем уже рука но старается ну то есть как какие-то такие форматы и вот эту линию так эту линию так и получился музык допустим или там и неплохо это смысле что действительно человек который как бы так вот может вообще бы рисовать не стал атаки вот он повторяет так и стоп беста последние пару лет виду занятия по скайпу объясните как это вот 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 я сижу да вы меня учите рисовать вы там я тут сейчас покажу проще у меня дети разных возрастов и разных языков есть на английском есть на русском они вам присылают свои работы нету так как с вами разговаривают и я вот рисую и показываю и вот так же шаг зашаги это мишка мишка это вот у девочки был такой мишка так подойдите это вы нарисовали мишку да это я рисую и показываю ей чтобы она повторила она вам покажет что получилось вот или как бы для более таких уже старших когда уже собьем тени слушайте а и они прогрессируют вот видно что мишка каждый раз там лучше и лучше там это все вот такое общение как бы с экраном оно все равно работает да да это как бы не то же самое что в живую но поскольку сейчас все равно все сидят дома то это вообще очень актуально ну и плюс это все таки удобнее потому что как сказать для профессионального рисования когда человек хочет все решил что он будет художником этого может быть и маловато а для любительского этого достаточно и большинство людей они хотят просто для себя там что-то немножко научиться им как то слушайте а вы можете тому же самому учить например в фотошопе ведь фотошоп можно поширить экран правда и там ну в принципе фотошоп то можно но я так скажем сама уже давно сейчас научите меня фотошопе делать картинки для видео так заставочки такие красивые там лучше взять иллюстратор а почему нет ну можно и там просто он для этого не предназначен есть более более нацеленная то есть адобе иллюстратор убить хорошо давайте александр вот что скажем вы можно сказать моя электронная дочка даже так можно далее на внучку вы не тянете ну так ближе к дочке значит вы вот с нашими со всеми внучками электронными нашего канала там и вот детками поделитесь чем-то вот они на вас смотрят и говорят смотри-ка она уже с той стороны ручья вот у вас нет такой мысли вот я уже тут они пусть там сидят и не приезжают такой мысли нет 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 такой такой мысли конечно нету у многих есть у многих есть они как перепрыгнут на ту сторону ручья они начинают всех отгонять с того берега чтобы не прыгали вы мне трижды удачи в стриме желали из стрима то есть помогает да помогает уверенности придает ну и соответственно я тоже трижды желаю удачи тем кто сейчас пытается и потом тоже будет пытаться прилететь может быть вы иммиграционный анекдот знаете ну только те которые вы рассказывали ну хорошо может быть что-то такое пандемическое что там рассказывает московской области ну в принципе должны даже не знаю там сейчас просто когда я уезжала уже было так все печально уже этот карантин эти штрафы ввели надо было получать разрешение чтобы в магазин ехать очень было очень так скажем печально получать разрешение чтобы съездить то есть чтобы поехать в аэропорт это было тоже смешно а даже в иммиграцию разрешение нужно но они не проверяют на самом деле то есть сколько ездили они не проверяют по идее должна камера проверять если она работает они сперли там что-то всегда ну хорошо у вас есть такое какое-то облегчение такое ну все уже уже тут уже уже все с одной стороны очень да есть облегчение что уже тут и я в америке впервые честно сказать я в положительном шоке даже несмотря на вирус то есть тут очень интересно а где вы там в нью-джерси где вы хабокин по моему город называется хабокин город называется это в нью-джерси такой маленький городок рядом джерси сити а вы там кого-то знали как вы туда попали мы вообще случайно сюда попали мы просто на аэрбин би сначала снимали квартиру ну хотели снять квартиру в нью-йорке а потом все это началось и мы решили что все таки давайте-ка мы в нью-джерси снимем джерси вот и ну принципе с одной стороны совсем рядом у нас там не кажется ну как спокойнее ну конечно вообще вы знаете малоэтажный малоэтажный город с такими садами красивыми такой люди отличаются или вы не очень их видите там может быть но если вы видели людей они как-то отличаются от балах-балашихинских ну конечно так очень отличается здесь много испаноговорящих достаточно да скажем количество присутствует вот ну тоже зависит от того какой конкретный регион попадете по разным вот вот вообще люди здороваются на улице мы знакомые часто то есть не всегда мы часто такое бывает собачки очень интересно реагируют невероятное количество белок тоже белок мне кажется что в парк никто не ходит им скучно они приходят к людям ну да чтоб покормили ну наверно да какие-то дочка ваша чего говорит в шестнадцать лет не хочет может передать привет одноклассникам а то у нас тут знаете это тут я одного мальчика из киргизии снимал может вы видели на днях как его там спасали американские мчс как его вывозил там из деревни так пришлось снять видео убрать пришлось там чего начались проблему родственников в общем так всё это все так Серьезно, да, может быть, такой. Да, да, так что, вот видите, как бывает. Ладно, тогда ребенка не показываем. Но симпатичная, наверное, мама. Ну, да, очень. Вот. И все равно не хочет выходить. Ну, хорошо. Но она в целом позитивно отнеслась, да, к переменам? Ну, да, да. Потому что понятно, что здесь как бы перспектив больше будущего, больше для всех. Для нее особо. Но у вас есть такая линия в рассуждениях? Ну, в крайнем случае, так и обратно можно вернуться. Такая есть у вас линия? Или вы так не думаете? Я не могу единолично мыслить. Я не имею такое право, я считаю. Но, в принципе, как бы, у меня такой мысли конкретной нет. Ну, и правильно. А придет, гоните ее нафиг. Хорошо, ладно. Вы, конечно, если бы приехали там месяца на 3-4 раньше, вам бы веселее сейчас было гораздо. То есть, вы бы сейчас бегали работы, искали там, тусили бы как-то, я не знаю, там, знакомых заводили. А вы хотите знакомых на местности заводить? Ну, почему нет? Друзья, кто тут у нас смотрит из Нью-Джерси, не понял, какое название города, рядом с Джерси-Сити, да? Да. Но мы, наверное, потом все-таки переедем, потому что куда-нибудь здесь тоже недалеко. Здесь хорошие... Ну, в общем, короче, вот вам Александра. И вы знаете, что, Александра? Вы в видео, под видео, в комментариях там отмечайтесь, чтобы они могли вас как-то сконтактировать. У нас обычно всегда какое-то видео, все говорят, а как найти Александру? Сейчас найдутся ваши балашихинские какие-нибудь одноклассники, там, участники выставок, у которых рядом с вами там висело что-нибудь на стене. Вообще, мы поддерживаем связь, я веду Инстаграм, поэтому могу вам прислать ссылки, если интересно. Кидайте ссылку в Инстаграме, я ее отдам в народ. Пусть, в конце концов, посмотрят ваши работы. Да, там в основном они и есть, и единственное, что я на английском в основном все люблю. Ну, это не беда. Это не беда. Да, когда картины смотришь, вообще не важно, на каком языке там подписано. У художников бывает такое, знаете, как у артиста, сыграть там, я не знаю, какую-то роль? У художника есть какое-то такое, чтобы написать такую-то картину? Ну, написать какую-то картину, наверное, сейчас просто слишком много возможностей, как бы, бери, пиши, кто не дает. То есть, скорее, возможность выставиться в каких-то залах, в которых нет возможности, где-то в других местах, или как-то, ну, приобщиться к очень популярной сейчас музейной выставке, когда там в одном зале известные художники, которые уже умерли, а в другом, как бы, живые художники. А вы, вот, портретное сходство передаете? Нет, это не мое, я таким современным искусством занимаюсь. Понял, понял. А то мы тут были, знаете, ездили пару лет назад, круиз был через Панамский канал. Ну, и мы там заходили, там, странно, 6, там, 5, 7, я не помню. Ну, Латинская Америка там, Панама, Колумбия, там, что-то такое. И там, вот, знаете, католики, и вот заходишь в какой-то храм, и смотришь, там, тайная вечеря какая-нибудь, сидит куча мексиканцев. Один из них Иисус, остальные, значит, там, ну, нарисованы они как мексиканцы, понимаете? То есть, вроде, одежонка-то у них, вроде, так, иудейская, а лица, ну, чисто, вот, латинос. Такие вот они. Они, наверное, просто позировали его, и он их сделал. Ну, я думаю, что он просто так рисовал. У меня мама во время войны в эвакуации, но она училась в институте в Барнауле. И там, знаете, мальчиков-то мало было, там, комиссованные, там, всякие белобилетники. И она в джазе играла на ударных, а там был, в студенческом, а там был один мальчик из Одессы, который играл на скрипке в этом джазе, и она говорит, что какое бы произведение не исполнялось, у него немножко было похоже на «Раскинулось море широко». Это на самом деле такая вещь очень. Это на самом деле. То есть, у ударных это называется стиль. Вы знаете, перед поездкой у меня случилась такая интересная продажа работы, так скажем. Ну, я поскольку смотрю ваш канал, мне очень нравятся лимонные деревья, которые показываются. Прямо я их очень люблю, и у меня есть несколько картин с лимонными деревьями, которые потом специальные фотографии делают. Ну, это у меня, так скажем, сложно описывать картину. В общем, лимонное дерево, такое экспрессивно выполненное, нереалистичное, и вокруг такой абстрактный фон, такими волнистыми линиями. И, значит, у меня несколько таких работ – лимон, апельсин и так далее. И, значит, на международном сайте человек совершает покупку. Мне через какое-то время агент присылает адрес. Адрес «Инивейл»? Так, из наших кто-то, или там? Да, пусть человек купил тоже дерево, которое растет рядом с ним. Да, да. Так вы, это самое, приезжайте в Калифорнию. Тут этих лимонов с апельсинами будете целый день рисовать. Я боюсь, что не выдержу климат слишком жаркий, по-моему. Я не висит. Мне кажется, что не висит. Я вот страдаю, но ничего, держусь. Слушай, я в Москве вырос, ничего. Хорошо, Сашенька, давайте мы тогда... Пока, пока отпустим вас, потому что у вас еще впереди будет много чего рассказать. Значит, мы фиксируем вот эту точку. Приехала пять дней назад. Да. Есть уже, уже привыкли спать днем, а ночью... То есть, спать ночью, а днем нет. Дело в том, что я сова, и я обычно наоборот все сделала. Плюс у меня были американские ученики, и, в общем, я ночью не спала в Москве. Поэтому здесь как раз я смотрю, и скажу уже... А вы хотите еще американских учеников? Да, пожалуйста. Друзья, вот вам учительница, смотрите. Лимоны, апельсины, пожалуйста, все что угодно. Там мозаику. Ну что же, хорошо, жалко вот мне рисовать. Я такой практический художник. Вот если бы мне сказали, Миша, давайте я сейчас нарисую и делать что-то полезное такое для каждодневных дел. Вот я бы сказал, вот я очень хочу каждодневно. Мне не хватает заставочки делать красиво. Я бы с удовольствием делал, только я не умею. Плюс у меня еще нет художественного такого эстетического. Знаете, я вот вырос на советском плакате. Вот там рабочий, там с молотом, или там с наковальней. Или так вот он. Вот это вот. Я обычно когда рисовал что-то, оно у меня вот все такое было. Вы не представляете, насколько это сейчас модно. Сейчас люди раскупают, коллекционируют эти вещи. Правда. Ну, понимаете, художник, он может и такое, и еще какое-то. Понимаете? А я вот, я только вот это мог. Вот так. Ну, хорошо. Ладно, Сашенька, мы с вами прощаемся. И до новых встреч. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Давайте по вашим русскими нашим зрителям. Вот пусть тоже приезжают. И многие из них совершенно одаренные. Хотя об этом не задумались, может быть, даже. Да, да. Все, счастливо. До свидания.